МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационная программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях дрессировщик слонов Андрей Дементьев-Корнилов. Но пришел он не со слоном, а со своим другом Добрыней. Здравствуйте! Я думаю, что уже все в городе в курсе, что ваш цирк на гастролях в Рязани. Надеюсь, что уже многие сходили, посмотрели ваше представление. Если кто-то не успел, очень советую. Но нам хотелось бы узнать, как начинался ваш творческий путь. Начинался он, наверное, так же, как и у всех цирковых детей, которые рождены в цирке. В простонародье говорится, рождены в опилках. Вот сколько себя помню, столько помню слонов. И начинался он, наверное, с детских утренников. Вообще, наверное, с репетицией все-таки. Это вот первый момент жизненный, когда ты видишь слонов, которых репетируют на манеже родители. И ты где-то лазишь среди рядов зрительных, подбираешь всякую мелочь, которую теряли зрители. Потом кушаешь жадно буханку хлеба. Вот я очень хорошо помню, что всегда нарезали слонам хлеб на репетиции. Были раньше такие квадратные буханки, ржаные. Или вот серый хлеб. И я помню, всегда привозили очень свежий с хлебсовода. И вот этот вот кусок хлеба, корка и сахар. Это было самое такое любимое, наверное, лакомство, которое только можно было видеть в цирке. Потом, после репетиций, конечно, участвовал в новогодних спектаклях в качестве массовки. Мы всегда с детьми были разбойниками или какими-то там гномиками в лесу. А уже где-то, наверное, в возрасте 12 лет Юрий Владимирович Никулин, когда мы были, наша семья была на гастролях в цирке Никулина, подошел к отцу и сказал, что мальчик у вас уже перерастает возраст циркового артиста, и ему нужно уже срочно выходить на манеж. И он придумал такую сценку, когда клоун из зрительного зала вытаскивает мальчугана. Мальчуган жутко боится, сопротивляется, падает через манеж. И в этот момент слон подходит к нему, берет на хобот, сажает мальчугана и делает трюк, когда крутится на одной ноге вокруг своей оси. Вот, это такой достаточно сложный трюк. Слон поднимает три ноги и еще держит на хоботе ребенка. Вот этим ребенком был я. Это мой такой вот первый был именно артистический дебют на манеже цирка Никулина. Скажите, у вас не возникало вопросов с тем, кем стать в будущем? Вы изначально решили, что вы станете цирковым артистом, или все-таки были какие-то сомнения? Ну, в возрасте 16 лет, наверное, у меня все-таки были другие планы. Мне хотелось уйти из цирка, хотелось доказать всем на свете то, что я могу что-либо сделать сам без своей семьи, без своих родителей, без помощи их. Вот, такие вот какие-то были отчаянные мысли. Хотел попробовать себя в кинематографе, даже пытался поступить во ВГИК, писал сценарий, синопсис, но так получилось, что все-таки я остался в цирке. У меня и отец погиб в возрасте 39 лет, он попал в автомобильную катастрофу, и продолжать было некому, не было мужчины в семье. И с меня взял словом директор Рижского цирка, наш друг, друг семьи. И я уже тогда понял, что все-таки мое предназначение быть в цирке. Скажите, вот дрессировщик слонов, мы, я очень много видела различных программ, но на вашей, когда вы приезжали к нам два года назад, к сожалению, не была. И для меня в этот раз, я была под огромным впечатлением, когда увидела этих больших животных и те трюки, которые они выполняют. В чем особенность, в чем сложность работы именно со слонами? Особенность заключается, наверное, в большом опыте, в многолетнем опыте. Не побоюсь сказать, что нашей семье уже около 140 лет. И опыт дрессуры, ну, насчитывает, наверное, лет 90, это точно. Передается он из поколения в поколение, от старшего к младшему. И существует еще в нашей семье золотое правило относиться к животным как к самому себе. И, конечно же, частые тренировки, частые репетиции, которые проходят, можно сказать, ежедневно. Это вот, наверное, залог того зрелища, которое на сегодняшний день мы представляем и показываем. Наверное, каждый представитель вашей династии вносит какой-то свой вклад, да, какие-то новые трюки придумывает. Что-то идет из прошлого. Вот в той программе, которую рязанцы видят сегодня, что именно ваше, то, что вы первый раз сделали? Ну, наверное, Марго у меня жонглирует с платками. Это вот такой трюк, который еще не делали слоны. И, ну, наверное, вот Марго – это уже та слониха, с которой репетирую я непосредственно. И вот все трюки, которые она делает, это уже, ну, можно сказать, так вот моя работа. Я знаю, что вы со своими артистами не только вместе работаете, но и вместе отдыхаете. Если можно, расскажите о том, как проходит ваш совместный отдых. Мы летом при любой возможности всегда выезжаем на водоем. Мы организовываем такую большую экскурсию. Ну, даже не экскурсию, наверное, это все-таки пикник четырехдневный, там, пятидневный, сколько есть выходных. И выезжаем вместе со всем коллективом. Выезжаем на природу, на водоем пресной воды, где обязательно должен быть лес, должна быть растительность, поле. Конечно, тщательно ведется вот именно подбор, изучение места, где можно отдыхать. И вот уже со слонами выезжаем туда. И там они существуют вот так, как они могли бы существовать на природе в дикой среде. А бывает такое, что кто-то становится свидетелем, ну, из простых людей, там, отдыхающих, вот, вашего такого времяпрепровождения? Если да, как они реагируют, когда видят в нашей средней полосе слона? Ну, конечно, это всегда наблюдают люди, ну, простые люди или жители того или иного села или деревни, где мы находимся. И очень по-разному реагируют. Бывает так, что приезжаем, и через буквально день, или, может быть, на этот день уже расползаются слухи о том, что приехали фермеры разводить слонов. Или очень интересный случай, когда один мужчина, видно, только вчера отмечал какой-то день рождения или праздник, и такой не совсем трезвый шел обратно домой по проселочной дороге. И здесь видит четырех слонов, и вот он останавливается, просто смотрит на них, раскрывает глаза и начинает бить себя по щекам и трясти головой, чтобы как-то убрать этот бред, который, как ему кажется, он видит. Но потом понимает, что это на самом деле реальность и уже начинает как-то осознавать, что и как. И когда узнает, что это цирк, то немножко так успокаивается внутри, потому что боялся, что все, и у него уже какая-то белочка или, ну, неадекватная реакция. Вот такие бывают случаи. Ну, если можно, расскажите о вашем сегодняшнем спутнике. Он так спрятался. Добрый, иди сюда, иди ко мне. Очень такой, иди ко мне, поближе, поближе, поближе. Я так понимаю, что это не артист цирковой. Да, совершенно верно, вы подметили. Это мой такой верный друг. Он у меня для души. Ну, что могу сказать? Очень умная порода. Это черный русский терьер, который сейчас, на сегодняшний день, очень редкая порода в России. Все уже привыкли к таким маленьким собачкам, за которыми нужно минимум ухода, там максимум каких-то вот таких ласк, наверное, вот, да, вот, любят, чтобы там с ними сюсюкались, ласкались. Это все-таки такая, вот, ну, по моему мнению, такая большая собака, которая вот предназначена там для охраны. И мне очень нравится. И нравится то, что он добрый, несмотря на то, что он очень большой. Наверное, так же, как и слоны. Большое спасибо, что вы нашли время, чтобы к нам прийти. Скажите, пожалуйста, до какого числа вы будете оставаться в нашем городе? Здесь будем оставаться до 7 декабря. Да, мы еще будем работать до 7 декабря. Так что... Ну, вот еще пока у всех есть возможность посмотреть ваше замечательное представление. Обязательно, пускай приходят. Спасибо еще раз. Спасибо. Ну, а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого доброго. До встречи в новых выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok